Брать мне в следующий раз? Я постараюсь. Братан, ты в порядке? В порядке ли я? Вот о каком порядке может идти речь, если я уже во второй раз чуть не умер? Видимо, смерть пришла за мной. А, вот она! Кто? Смерть с косой. Но тут никого нет. Привиделось, значит. Короче, успокойся. Это обычное совпадение. Нет, братанчик. Это не совпадение. Вот видишь, все хорошо. Ничего хорошего. Смерть оказалась хитрее, чем я думал. Она поняла, что я ее раскусил. Все тут и несет. Мне надо побыть наедине и все думать. Ладно. Я никак не мог собраться с мыслями. Очень сильно переживал, что могу сегодня умереть. Надо придумать план, который поможет обмануть смерть. Может нанять киллера? Тогда смерть точно меня не убьет. Это сделает киллер. Нет. Тупая идея. Я бы даже сказал, самая тупая из всех моих идей, которые я придумывал. Мне нужна умная идея. Хотел продолжить думать. Но тут пришла мама и попросила меня сходить в магазин. Только не это. Сегодня идти в магазин очень опасно. Поэтому сказал, что никуда не пойду. Тогда мама напомнила про уроки. И вонючий случай. Нет, уроки еще опаснее. Среднее число людей, умирающих от шариковой ручки, составляет 100 человек в год. Как это происходит? Все просто. Человек задумывается, начинает грызть ручку, откусывает частицы пластмассы. Они попадают в грахею, бронхи или легкие. Воздухоносные пути блокируются. И наступает смерть. Откуда у меня такая информация, догадаться не сложно. Большое спасибо моему другу Вадику. Вместо анекдотов он рассказывает мне вот такую дичь. Короче, я согласился сходить в магазин. Вызвал лифт и задумался. А что если я сейчас застаряну, меня никто не спасет? Ну уж нет, рисковать не стоит. Лучше пойду пешком. Так будет безопаснее. Или нет? Здрасте, Марк. Здрасте, Мочкарик. Куда намылился, а? Да, в магазин. За хлебушком. Молочком. Опа, чирик. А ну как, папки, гони сюда. А я... А я уже все потратил. И вообще, я срать хочу, спать хочу. Мне пора домой. Эх, стоять! Я сказал, стоять! Ну и суслишка, царь. Главное, по следующий раз. Ох, я жив. Пока что удача на моей стороне. Думал, что самое страшное уже позади. Как вдруг услышал голос из Преисподней. Коля! Кто со мной разговаривает? Не включай дурака. Я знаю, что как только услышал голос мой, ты сразу понял, кто я. Хе, смерть? Да! О-о-о! Пожалуйста, прошу, не забирай меня. Я еще слишком болотенький. Так что иногда бывает, спину ломит. Но это не за старость. И во всем виноват компуктер. Ну, не знаю, не знаю. Я обещаю, буду поменьше играть в игры, начну хорошо учиться, буду слушаться родителей и с братом перестану ссориться. Ну, раз так, тогда живи пока что. О-о-о! Смерть, я благодарен тебе. Знал, что мы с тобой подружимся. Помни, дружоке, я слежу за тобой. Я понял. О-о-о, теперь снова могу смело кушать кивиешки и не бояться, что подобрелось. Так, что за фигня? Не понял. Стоп! Неужели смерть только что меня надурила? Сынок, а где продукты? Продуктов нет. Не поняла. Чего непонятного? Я просто не хочу идти в магаз. Ты как с матерью разговариваешь? Неужели дала я тебя, сиркольникам, пора браться за твое воспитание. О-ой-ой, смерть 100% меня надурила. Мама, прости меня, мама! Короче говоря, смерть пришла за мной. Везунчик, платит неудачника. Везунчик! Ох, как же хочется спать. Быстрее бы закончить с этим отчетом и лечь в кровавку. Алло. Да, можно не спешить с отчетом? Перенести на неделю? Хех, вот это повезло! Это я вам как-то засыпал. Спасибо, до свидания. Неудачник! Как же мне надоело каждое утро вставать в школу. Совсем не высыпаюсь. Если вы тоже не любите рано вставать в школу, ставьте лайк. Ах, тяжело. Надо отдохнуть. Поставь лайк, ехать. Друзья, провести его. Мне нужно написать итоговое сочинение на отлично. Но так как мне лень этим заниматься, я попрошу помощи у супер-пупер друга Вадика. Он самый умный в классе, поэтому без проблем справиться с сочинением. Я позвонил другу, но он не поднял. Что-то странно. Вадик всегда берет трубку телефона, даже когда спит. Может, что-то случилось? Надо бы сходить к нему и проверить, чем он таким важным занимается. Через полчаса я уже звонил в его дверь, но мне никто не открывал. Я попробовал постучать рукой. Потом головой. Затем решил дернуть ручку. Оказывается, дверь все это время была открытой. Очень странно. Друзья, пока мой брат разыскивает Вадика, я должен сообщить вам кое-что очень важное. Криптовалюта Эфирио подорожала на 10% за суток и обновила исторический максимум цены. Что это значит для обычного человека? Почти ничего. Но если бы ты был инвестором, то твой капитал бы в Эфирио увеличился бы на 10%. Компания Авалон анализирует рынок криптовалют и зарабатывает на ней уже более 6 лет благодаря своей команде из лучших экономистов и финансистов. Поэтому их инвесторам нужно только успевать считать доход, ибо всю тяжелую работу за них делает Авалон. Каждый инвестор этой финансовой компании зарабатывает 1,3% в ложной сумме ежедневно. Также для них существует множество различных бонусов. Создай пассивный и надежный доход вместе с Авалон. Регистрируйся по ссылке в описании, так ты поможешь развитию канала. Осмотрев всю квартиру, Вадика я так и не нашел, только встретил его кошку Майю. Ладненько, пойду домой. Вдруг он отправился ко мне в гости приставку порубиться. Возвращаясь обратно, я встретил бабку Зинку. Здравствуйте. Здравствуй, коленька. Ты какой-то грустный. Крутила и что? Ага. Мой друг пропал. Друг пропал, говоришь? Да, вы не видели Вадика? Нет, уже полгода не видела. Очень жаль. Хотя, знаешь, вчера Мстерпом не кажется, все же я его видела. Ну и где же он? Его забрало чудовище. Чудовище? Куда оно его забрало? А тут уже информация будет платная. Ну, у меня нет денег. Нет денег, значит, информации тоже нет. Ну, Вадик, давайте поговорим. Все, пошло. Я попросил бабку Зинку рассказать обо всем, что она видела. А за эту информацию она может просить меня обо всем, что угодно. Но только не деньги, так как я на мили. Я всегда на мили. Она, недолго думая, попросила сделать массаж. Массаж? Массаж, массаж. Как вы понимаете, отказать я ей не мог. Коленька, сильнее. И что сильнее? И что сильнее? Массаж, хватит. Я не верю. А, вы сами просили сильнее. Затем бабка Зинка захотела, чтобы я ее покормил мороженым, ведь она его так сильно обожает. Я не смог ей отказать, потому что мне очень сильно хотелось спасти Вадика. Если честно, уже надоело выполнять команды бабки Зинки. Мне не терпелось узнать, куда пропал мой друг. И вот когда старуха снова попросила о помощи, я не смог промолчать. Бабзин, да хватит уже! Скажите, куда чудовище забрало Вадика? Оля, пап, че-то ты еще мало сделала для этого пацана про Вадика. Так что, давай-ка ты мне еще копаешь огородку. Нет уж, говорите сейчас. А иначе... Что иначе? Иначе... Короче, лучше скажите. Ну ладно. Наверное, я ошиблась. Как ошиблись? Вот так. Не было никакого чудовища. И Вадика тоже не видела. Сейчас уже старое зрение подводит. Может, подаришь мне свои очечки? Все. Лучше идите отсюда. Очки. Бузина, все. Все, 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 я ухожу. Старуха, как всегда, ничем не помогла. Только время на нее зря потратил. В этом мире можно надеяться только на себя. Нужно вернуться к Вадику и найти каких-нибудь улиток. Точнее, какие-нибудь улики. Я надеялся, что Вадик уже будет дома. Но кроме Майи, дома никого не оказалось. Я сразу же приступил к поиску улик. Опа. Носок Вадика. Фу. Но и вон. Вадик, наверное, я его лет 300 не стирал. О, это же мой носок. Пардон. Что-то я уже подустал от этих поисков. Лучше поиграю в Комбет рекурс. Но не тут-то было. На столе я заметил капли крови. О, и походу все. Моему другу киртык. Только кровь какая-то не такая. Хух, отбой. Это не кровь, а всего лишь кепчук. Ну, я и пересрал. Ладно, поиграю позже. Сейчас лучше поищу улики на кухне. На полу валились какие-то маленькие горошинки. Надо бы их попробовать. Фу. Походу, докажать тебе каплицу. Клама, не плеванусь. Сейчас и мои грамотки тут валяться будут. Отмысли, отпусли, туалет. Вадик, ты что тут делаешь? Это моя квартира и мой туалет. Это ты что тут делаешь? Я тебя ищу. Думал, хочешь, давай что? А ты все это время сидел в туалете? Да. Походу, зря позавтракал посроченными сосисками. Что тебе в этот раз надо от меня? Поможешь итоговое сочинение написать? Как всегда. Тебе нужно от меня одно и то же. Просто ты мой самый лучший друг. Ладно. Пошли, помогу. Хотя нет, мальчик. Ты лучше летать из руки подези. А я тут посижу. Понял. Я быстро. Короче говоря, оно. Сегодня я проводил время за очень полезным делом. Играл в контру. Если ты знаешь эту игру, ставь лайк. Возможно, вы спросите, почему я такой радостный. И все дело в том, что мой брат сейчас в кинотеатре. На фильме оно. А это значит, что два часа меня никто не будет доставать. Просто последнее время жить с Колей становится невыносимо. Коля, почему мы кушаем вместе, а посуду море я? Андрей, мне уроки надо делать. Ты ведь знаешь, сколько нам задают. Войди в мое положение. Субтитры сделал DimaTorzok Лайк, подписка, колокольчик, будет классным твой день и ночи. Смотри наше видео, оставляй. Ты ведь просил... Ну, наконец-то, этот ад на сегодня закончился. Правда, плохо, что не навсегда. Но и на этом спасибо. Я был на седьмом, мне пять счастья. А вот лицо Вадика просило кирпича. Хотел следить ему, но сдержался. Жалко мне. Кирпич свой. Он мне еще пригодится. Правда, не знаю для чего, но лишним хозяйстве он точно не будет. Поль, пожалуйста. Только не говори, что мы снова будем играть в приставку. Водик, мы снова будем играть в приставку. Я ведь просил, не говори. Ой, а мне послышалось наоборот. Подожди. Ты что, не хочешь играть в приставку? Нет. А я вот об этом все уроки мечтал. Ты на всех уроках спал и храпел. Спал, храпел и мечтал. Так себе мечта, если честно. Ладно, предложи ты что-нибудь. О, спасибо. У меня много вариантов. Внимательно слушай. Можем заставить кроссфорд. Еще можно почитать книгу на скорость. Кто быстрее прочитает, тому бонус. Плюс еще одна книга. Потом можно получить стихотворение. И что, так надеюсь. Затем... Коля! Ты сказал, что будешь внимательно слушать. Видимо, твои варианты настолько скучные, что я уснул. Жизнь у тебя скучная, а не мои варианты. Вадик, ты чего обиделся? Вадик, постой! Ну и скатертью дорожку. Вернулся я домой без настроения. За это спасибо Вадику. Испортил везде. Как же он меня бесит со своей учебой. Вот объясните, как можно быть таким унылым ботаником? Ну, вот всегда все мысли только про школу. Однажды я рассказал ему, что мне улыбнулась девушка. Правда, вся беззубая. Но, в сути дела, это не меняет. Она ведь улыбнулась. Так, вместо того, чтобы порадоваться за друга, Вадик сказал, что девушки это зло. Они лишь только отвлекают от учебы. Все, с меня довольны. Я без проблем найду нового друга. Привет, дедуля. Как дела? Село, прокурор. А у меня делишки. Андрюха, дома? Дома. О, отличненько. Пойду у него удочку возьму. Ты на рыбалку собираешься? Нет, просто возьму, подержу и обратно отдам. Зачем? Ах, муджок. Ну и тупенький ты. С чего это вдруг? А, кажется, понял. Ты пошутил? Мой дед тот еще юморист. О, о чем дедуля не лучший друг? С ним и весело. И про учебу он никогда не спрашивает. Мне под... Ах, муджок. Ах, муджок. Подходит такой друг. Дедуля, а возьми меня с собой на рыбалку. Семья? Ну да. Моё шоу. У меня планок поменялся. Рыбалка отменяется. Жалко. Отвечу тебя, как-то уточка. Шо бы ты здесь? Нет, дед не подходит на роль моего друга. Какой-то он токсичный. Но отчаиваться не стоит. Я найду друга намного круче. Только где мне его искать? Может попробовать зарегистрироваться на сайте знакомств? А что, идея отличная. Я так и сделал. Правда, тут все были какие-то странные. Один увлекался танцами, второй похож на гопника, а третий вообще ни на кого не похож. Ни на парня, ни на девушку. Сложно найти подходящую кандидатуру. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда находит. Вот и я нашел вроде бы неплохого парня. Звали его Сатана. Какое интересное имя. Необычное. Мне кажется, он тот самый. Мы быстренько списались, и я пригласил его к себе в гости. Через полчасика раздался звонок. Я радостный побежал открывать. На пороге стоял мой новый друг. Выглядит он просто бомбезно. Сатана? Нет. Правильно говорить. Сатана! А ты у нас, значит, коленвал? Нет. Правильно говорить. Коля. Будем знакомы, коленвал. Коля. Небалая гвоздирка, однако. Мне тоже нравится. Только она не моя, а моего брата. Неважно. Лучше скажи, ты готов? Готов? К чему? Мой новый друг рассказал мне, что у него есть своя группа. Мне тоже захотелось похвастаться, что у меня есть своя группа. Вконтакте. Но, видимо, сатане это не понравилось, и он ударил меня по плечу. Мне стало больно. Спросил, за что? Он накричал на меня и приказал больше не тупить. Оказывается, я речь шла о музыкальной группе. Коленвал, а ты любишь рок? Ненавижу. Я больше предпочитаю аксон. А? За что? За неправильный ответ. Спрошу еще раз. Ты любишь, брат? А, обожаю. Другое дело. Наша группа нужен человек. Я не планировал становиться участником какой-то там группы. Сказал ему, что просто хотел найти нового друга. В ответ снова получил колокол по плечу. Как же больно. Пришлось согласиться. Я знал, что мы найдем общий язык. Думаешь, митя? Не особо. А, ам, а? Теперь за что? За неправильный ответ. Прошу еще раз. Не умеешь петь. Да, да, да. Уберю, уберю. Тогда начнем. Сначала я, а потом ты подхватил. Уберю. Пей, 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 пей. Ты ужасно поет. Ну, вообще-то я сразу сказал, что не умею петь. Может, мне один? Хватит умничать. На барабаны не умеешь играть. Если опять скажу, что не умею, я снова получу по лицу. Да. Значит, умею. Барабанов у нас не было, поэтому мастер-класс я показывал на кастрюлях. Но сатане моя игра не понравилась. Хотел напомнить ему, что не умею играть на барабанах, а на кастрюлях так тем более. Но подтверждался и решил не умничать, а то снова начнет биться. Понять то, что сатана будет ужасным другом, не составило большого труда. Поэтому попросил его уйти. В ответ услышал отказ и снова получил кулаком по плечу. На этот раз я даже не удивился. Значит, ты не поешь. На барабанах не играешь. Коленвал, а может, ты массажист не плохой? Будешь нас расслаблять перед выходом на сцену. Ничего я не буду делать. Оля, я тут подумал, видишь, а зачем нам ссорить? Оля, ты кто? Вон пошел. Хватит, не уходи. Это сатана. Спаси меня от него. Считаю до трех. Два, один, три. С отсчетом у тебя явно проблемы. Себе жопа! Нет, это тебе жопа. Кирпич? Да, кирпич. Я знал, что она любознает пригодиться. Теперь я буду считать до трех. Если не уйдешь, тресну под водой в пустой голове. Тише, спокойно. Я ухожу. Два. Вали отсюда, рокер не доделает. Пусть он у нас что-нибудь другое делает. Я с вами не прощаюсь. Три. Зато мы с тобой попрощались. Типа, спасибо тебе огромное. Ты спас меня. Пусть таки галят. Любовь так поступила на моем месте. Не любой. Так поступает только самая лучшая друзья. Мир. Мир. Ну так что, может, теперь кроссворды поразгадываем? Может, лучше в приставку сыграем? Да прикалываюсь я! Пошли разглядывать твои кроссворды. Ура! Это было очень тяжелое утро. Всю ночь я играл в приставку. Из-за этого не смог нормально выспаться. Теперь нужно собираться в школу. Но перед уроками надо немного взбодриться. Заварил кофе. Он всегда помогал проснуться. Как коричок! Да, отлично, кофе. Сразу проснулся. Настроение совсем пропало. Идти никуда не хотел. Но есть такое слово надо. Ненавижу школу. А я в школу вообще не хотел. Это был помс Степаныч. Он часенько ночевал возле лифта. И мы давно были с ним знакомы. Степаныч, а ты чем тогда занимаешься? Да ничего. Харьбу, отдыхаю. Нигде не работаю. Нигде не занимаюсь. Наталья жизнь в общем. Хорошо тебе. Я бы тоже так хотел. А то каждый день школа, то уроки. Устал. Хочу быть свободным, как ты. Так что проблема? Вступай в наши ряды. Отличная идея. А ну-ка, дай мне свою куртку. Я хочу выглядеть как свободный человек. 100 рублей. 90. 80. Один. В последнее время мне стало очень грустно. Я вообще забыл, что такое висеть. Здравствуй, красавчик. Обязательно нажмем лайк. Знаю, чья она. Я понюхал. И не понял. Тогда я лизнул её. Хм. Наверное... Блин, всё равно непонятно. Да уж, дегустатор из меня никудышный. Погодите-ка. А зачем мне вообще узнавать, чья это какаха? Ведь мне кажется, когда брат учил меня всегда идти до последнего и никогда не сдаваться, он явно не это имел в виду. Я выкинул все свои мысли о какахе и попытался улыбнуться, но у меня ничего не вышло. Настрой всё равно был ужасный. Что же делать? О, кажется, я знаю, что точно поднимет мне настроение. Бутылочка Кока-Колы, которую я хорошенько спрятал в холодильнике. Я бы даже сказал, не хорошенько спрятал, а идеально. Радостно залетел на кухню и снова расстроился. Братанчик допивал мою любимую Кока-Колу. Но нет. Нет. Нет! Андрей, как ты её нашёл? И тебе в нюхет, брат. Как я её нашёл? Серьёзно? Коляноч, если ты написал на бутылке «невидимая комната Кола», это ещё не означает, что она и правда стала невидимой. Блин! Я думал, что сработали. А ещё кого есть? Больше нет. Как нет? Как? Почему сегодня такой ужасный день? Тихо-тихо, спокойно. Что стряслось? Ну лучше не спрашивай. Братан, не грусти. И вообще в курсе, что пить большое количество газировки вредно. Ага. Конечно. Скиржай по своему желудку. Короче, гони мне бабки на новую полу. Зави без проблем. Вот, держи. Я сказал, быстро гони. А иначе какашка тебе прилетит прямо в лицо. А потом мой кулак прилетит тебе прямо в глаз. Ой, бруцкий. Братанчик мой любименький. Андрюшка, прости меня, пожалуйста. Я молю тебя. Я прошу тебя, пожалуйста, подкинь мне немного деньжат на одну бутылочку Кока-Колы. Так-то лучше. Сейчас подкинь. Огромное спасибо. Спустя 30 минут я довольно вернулся из магазина. Мне очень крупно повезло, потому что я урвал последнюю бутылочку Кока-Колы. Пришлось даже сразиться со старухой, которая на кассе хотела забрать у меня бутылку. Но я не растерялся и продемонстрировал свой удушающий приемщик. Резко перданул ей под нос, быстро рассчитался и убежал. Чего не сделаешь ради Колы. Моё настроение уже поднималось и уже совсем скоро оно поднимется до максимума. Я надел себе стаканчик газировки и планировал уже опустошить его. Но вспомнил, что забыл помыть руки после магаза. Ой-ой-ой-ой, беда. Нужно быстро это исправлять. Я помыл руки, но забыл про мыло. Я снова помыл руки, но уже с мылом. После чего вернулся на кухню и увидел кустой стакан. Нет, нет, нет! Так, спокойно. В бутылке еще много газировки, так что все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok